Как вы думаете, каким будет дом будущего? Этим же вопросом еще 70 лет назад также задавался и американский инженер Эмиль Матиас. В 1950 году в журнале «Популярная механика» вышла статья о первом умном доме в мире. Матиас оборудовал свой шестикомнатный дом множеством устройств и кнопками для их управления. Так, нажатием на кнопку, Матиас мог открывать дверь гаража, дистанционно включать и выключать радио. Кроме этого, в доме были установлены автоматические системы сигнализации. Для реализации проекта Матиас потратил более двух километров кабеля. Важной вехой развития домашней автоматизации стало появление стандарта X10, предназначенного для электрической техники. Стандарт был разработан в 1975 году и использовался для управления бытовыми устройствами. Передача данных происходила прямо по электрической сети. Наиболее активный период развития систем умных домов наступил в 2010-х годах, чему способствовало массовое распространение технологий беспроводной связи, появление смартфонов и совершенствование бытовой техники. Так, в 2010-х свои продукты и платформы для умного дома представили такие гиганты IT-индустрии, как Apple, Samsung и Amazon. Давайте разберемся, что же скрывается под понятием «умный дом». Под умным домом принято понимать систему домашней автоматизации. Это комплекс устройств, которые сами принимают решения и выполняют рутинные задачи по дому. Умная бытовая техника, системы квартирного микроклимата, умные лампочки и автоматические двери – все это «умный дом». Также в это понятие обычно включают и так называемый «мультирум». Система управления мультимедиа устройствами. Работа умного дома основана на принципе выполнения команд, причем получать их центральный контроллер может как от человека, так и от датчиков. В первом случае вы просите систему приготовить кофе, включить кондиционер или ослабить отопление, а центральный процессор, обработав команду, отправляет ее нужному прибору. Во втором случае присутствие человека не требуется. Компьютер либо сообщает приборам команды в определенное время в соответствии с ранее заданными алгоритмами, либо сам принимает решения по показаниям датчиков. Например, в системах терморегуляции датчики температуры и влажности сообщают системе данные, а та, в свою очередь, выставляют нужные параметры обогрева, кондиционирования и увлажнения. Датчики движения обнаруживают активность в доме, когда ее быть не должно. Компьютер воспринимает это как сигнал к включению сигнализации или отправке сообщения охранной службе. Кроме того, системы умного дома могут быть централизованными или нецентрализованными. В первых, управление всеми устройствами осуществляется из единого модуля, что дает возможность построения сложных схем автоматизации. Нецентрализованные системы состоят из автономных цепочек приборов устройств-одиночек. Такие решения обеспечивают большую безопасность систем. Каким же будет дом будущего? В данное время можно выделить топ-5 ключевых трендов в области развития умного дома. Первое – это полномасштабная интеграция и взаимодействие всех устройств. Все больше устройств умного дома начинают взаимодействовать друг с другом. Например, несколько комнат в доме могут быть оснащены колонками Google Home, которые могут работать в группах вместо отдельных устройств. Второе – расширение концепции бесконтактной техники, которая получила широкое распространение во время пандемии COVID-19. Многие уже привыкли к бесконтактным дозаторам дезинфицирующих средств для рук в розничной торговле. И хотя они не оснащены интеллектуальной системой, потенциал у них есть. И концепция бесконтактных устройств расширяется. Например, это бесконтактные дверные звонки, позволяющие гостям объявлять о своем приходе, не касаясь общих поверхностей. На третьем месте – внедрение медицинских технологий. Еще одна тенденция, получившая ускорение из-за пандемии. Современные умные туалеты выходят далеко за рамки обычного туалета и используют датчики для анализа отходов и кожи, чтобы дать представление о состоянии здоровья пользователя и предупредить его о любых проблемах, которые могут возникнуть. Четвертое место занимает быстродействие для всех устройств в доме. Одно из главных предпосылок для умных домов будущего – высокоскоростное подключение к интернету, медленные соединения и мертвые зоны, возникающие, когда вы отходите от маршрутизатора, станут проблемой прошлого, когда Wi-Fi будущего подключит ваш основной маршрутизатор ко всем устройствам без потери качества. Закрывает топ-5 технологии автономной жизни. Уже существует ряд решений, которые позволяют умным домам работать в автономном режиме в случае аварийных ситуаций. Такие решения включают в себя использование накопителей электроэнергии, солнечных систем электропитания, которые ограничивают зависимость от внешних организаций и уменьшают углеродный след. Чего ждать от умных домов в будущем? Зачастую то, что мы сегодня называем технологией Smart Home, нередко представляет собой лишь высокий уровень автоматизации. Идеальный умный дом должен работать без вмешательства человека, предугадывая его желания и при необходимости интересуясь у хозяина, какой вариант дальнейших действий предпочесть. Приготовить ли ему обед к определенному времени или добавить в комнату прохлады в жаркий день? Современные технологии пока такого уровня развития не достигли. Однако многое, что раньше было фантастикой, сегодня воплощается в реальность в виде концептов, а что-то уже можно купить и использовать. Например, умный холодильник сможет самостоятельно следить за тем, какие продукты и в каком количестве в нем хранятся. Он определит ваши предпочтения, и если на полках не окажется вашего любимого сыра или свежих яблок, устройство самостоятельно отправит заказ в интернет-магазин. При этом контроллер получит уведомление, что в какое-то время придет сотрудник службы доставки и нужно будет открыть ему дверь. Умные обои, фактически тонкие экраны панели размером во всю стену, будут менять рисунок в зависимости от ваших пожеланий, настроений или праздников. На них же будут выводиться новости, прогноз погоды и прочая важная информация. Все системы умного дома будут обучаться, собирая информацию о привычках владельцев и настраиваясь под конкретного человека, даже если в доме живет несколько людей. Не нужно будет выбирать сценарии и задавать графики включения-выключения света, уборки или полива домашних растений. Все системы будут подчиняться голосовым командам, никаких кнопок и выключателей. В ближайшем будущем повседневная жизнь станет комфортнее и безопаснее, и мы будем расходовать меньше ресурсов. Обо всем позаботятся умные дома. Друзья, а что вы думаете о системе «Умный дом»? Как скоро наши дома станут по-настоящему умными, или это всего лишь временный тренд? Ждем ваше мнение в комментариях. А на этом все. Всем огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. До новых встреч!